Друзья, всем привет! Это Тасей. У любого человека, который смотрит себе машину, возникает вполне логичное желание. Есть какая-то базовая модель, в принципе, она его устраивает, но хочется чего-то такого необычного, интересного. Может быть, какая-то спецверсия или опция. Но вот у корейцев, у Hyundai есть на это хороший ответ. Потому что существует прекрасный Hyundai Santa Fe в комплектации Inspiration. Продолжение следует... Начнем сразу с внешности. Ну, потому что это первое, что бросается в глаза. Начинаем загибать пальцы. Первое. Он белый. И выглядит он очень клево. Вокруг нас все такое немножко серое, зелень потихонечку приходит в Владивосток. Но он обалденно контрастирует с окружением. Это здорово, потому что визуальное выделение машины из потока... Ну, кому это может показаться плохим. Перед выглядит свежо. Корейцы в 2018 году, машина именно 2018 года, и вот в этом новом кузове, обновили неплохо внешку. Сделали комбинированную эту узкую оптику, которая сейчас модная, мы об этом часто говорим. И машина стала выглядеть прям... Для тех, кто думает, что Santa Fe, вот этот вот старый, относительно там из середины нулевых, ближе к 10-м годам, такой скучный кроссовер городской, то тут уже что-то такое более интересное. Кроме того, корейцы еще и решили обновить логотип автомобиля, и теперь он похож на какие-то китайские логотипы. В целом, неплохо, наверное, но хочется видеть, знаете, классическую букву H в круге, в овале, чтобы понимать сразу, да, вот это вот Santa Fe, Hyundai, родная. Спереди у нас имеются парктроники, камера, потому что круговой обзор. Такие же парктроники и камера сзади, и в боковых, собственно, зеркалах. И, кстати, ничего, да, не смущает, они серого цвета на черной основе, а машина белая. Вот так. Единственное основание, по которому можно понимать, что, ну, как-то вот тут дизайн специфичный, а мы просто не выкупаем, это серые 19-е красивые диски. Они как бы не особо какие-то выдающиеся, но смотрятся на машине они отлично. Плюсом еще имеется вот такая симпатичная накладка на порог, и вот так в совокупности, загибая последние пальцы, машина выглядит вполне-вполне себе. И вот да, с той стороны, когда мы до нее доберемся, еще есть шильдик Inspiration. Мы не до конца уверены, что он заводской, но выглядит он неплохо. Правда, судя по всему, его стырили у Mitsubishi. У них есть машина комплектации Roadest, и с шрифтом очень уж похож. Ну ладно, мы прощаемся, это корейцы, потому что в целом за внешку можешь ставить такую прям твердую пятерочку. И вот если с внешностью у машины все как бы в рамках обычного, да, есть какие-то там дополнительные решения, да, все симпатично, но вот с двигателем и с машинерией в целом есть уже интересные нюансы. Интересно не тем, что под капотом у нас стоит двух, ровно двухлитровый дизельный 4DHA двигатель, или D4HA, его там по-разному прописывают. Это дизель на 186 лошадей с турбинкой. В целом он неплохо едет, но есть нюансы по автомату, про них чуть позже. Нужно говорить про сам движок. Если вы зайдете на дром или куда-нибудь еще, где люди могут писать отзывы про свои машины, то найти отзыв о 18, 19, 20 годе Санта-Фе на этом движке тяжело. По одной простой причине. Их мало. Мы часто их привозим, они по отзывам наших клиентов конкретно говорим только за них, не говорим за все. Хорошие, достаточно хорошо ходят, здесь больше 100 тысяч пробега. Уже у машины про это тоже, когда в салон залезем, поговорим. Живут они нормально, не разваливаются вроде как на ходу, но многие их боятся. По одной простой причине. До того, как год назад начались некие события, из-за которых у нас на Россию нужна куча санкций, люди переживали, что если они возьмут себе двухлитровую машину, которая, знаете, такая, есть JDM, типа японский внутренний рынок, а это KDM, корейский внутренний рынок, именно не экспортный вариант, то будут проблемы с деталями. И брали 2.2 дилерский, потому что на него проще все привезти. Но в свете последних событий, что на 2.2, что на двушечный, как здесь стоит дизель, придется везти детали откуда-нибудь из Кореи или там покупать китайские, это не суть важно. Теперь ее обслужить как-то там супер официально, не проще и, в принципе, разницы никакой нет. А вот это вот неплохо едет и неплохо себя показывает. Сами корейцы их любят и, в общем-то, никто их особо не ругает. Есть, кстати говоря, отзывы на двухлитровые дизеля очень старые, там их ругали, но это, типа, знаете, до десятых там годов и, ну, не совсем релевантно. Там у машин пробеги страшные по 300 тысяч, что, как говорится, хотеть. Подкапотка симпатично выглядит, все в пластике у корейцев, по классике. Ко всему легко дотянуться, залить омывайку, проверить охладитель, проверить масло, без проблем каких-либо. И это здорово, потому что корейцы стараются сделать машины, как бы, знаете, для людей такие человечные, чтобы было удобно. Вам не нужно быть механиком, чтобы с ней как-то справляться на повседневе. И, да, очень приятные газлифты, которые легонечко поднимаются и хорошо, хорошо, вполне себе, ну, как бы, классика Кореи, захлопываются. Кстати говоря, здесь такой необычный зазор между капотом и передней частью, где вот начинается бампер. Ну, видимо, тоже корейцы что-то такое специфичное задумали, будем считать, что аэродинамика. Пока присаживаемся у борта этого почти пятиметрового красавчика белого, да, у него длина там 4,7 с лишним метра, то есть он достаточно большой. Взглянем еще раз на диски. На колесные для начала и на резину. Спереди здесь стоит корейская резина Камхо, тоже под 19-й радиус, симпатичная, не слишком низкопрофильная, поэтому отрабатывает хорошо. Сейчас как раз поговорим про подвеску. А вот сзади стоит Гудьер. Ну, видимо, в Корее не возбраняется разная резина на передней и задней оси, поэтому они этим как-то пользуются. По внешности тут ничего особенного нет. Видно тормоза и спереди, и сзади они дисковые, спереди, естественно, вентилируемые. Касаемо подвески. Спереди Макферсон, в принципе, классика. Сзади независимая многорычажка. Это клево, что не балка, потому что машина весит все-таки 1,8 тонн. Там плюс-минус, с разными нагрузками. Это немало. Поэтому отрабатывать ей нужно как следует. И приходится. Когда едешь, в целом адекватно. Он достаточно мягкий. Подвеска как-то там особенно не настраивается. Во всяком случае, разницы между спортом, эко, комфортом не замечается. Там, кажется, все идет только в автомат и в двигатель. Но, как бы, то, как она настроена изначально, неплохо. По надежности. Вот тут уже можно судить. Подвеска у корейца в целом живучая. Но, вот, если почитать в интернете, во всяком случае, из тех отзывов, что мы нашли. У многих сильно, очень быстро. Прямо вот по буквам, буквально проговаривая, это нужно говорить. Рассыпается передняя подвеска. Особенно все, что связано с рейкой, все, что связано со стабилизаторами. Это начинает греметь. Причем гремят даже педали, по отзывам у людей. Но, как минимум, это машины дилерские. Там непонятно, есть ли какая-то существенная разница. Но, вероятнее всего, нет. Может быть, только в сборке. Так что, это нужно понимать, что если вы ездите куда-нибудь по гравийкам, но вдруг у вас там как-то работа или дом находится в какой-то местности, где не сильно хорошая какая-то транспортная история. Да, возможно, вам послышится через некоторое время тук-тук-тук вот отсюда, из этой области, и придется немножко всплакнуть. Но, в целом, ничего сверхъестественного, критичного и излишне ломучего нет. И за это корейцам тоже, как всегда, нужно ставить лайк. И, кстати, пока еще здесь сидим, камеры боковые, которые, собственно, у нас завершают буквально картину кругового обзора. И это очень классно. Будем в салоне посмотрим, но субъективно камера прям работает очень хорошо. Видно все вокруг. У меня тут сбоку заборчик находится. И его, знаете, отлично было видно, когда мы сюда ставили машину. Ну, а это мы можем только порадоваться. Сейчас, пока вот тоже теперь уже переместились к задней кормовой части автомобиля. Нужно сказать еще раз про шильдик. Да, здесь он нестандартный. Вот такой вот из трех каких-то вертикальных полосочек. Наверное, как-то вдохновлялись Adidas, предполагаем. Но непонятно, из какого металла это сделано, но оно покрывается каким-то налетом зеленым. Это странно, это надо чистить. И как бы, да, на заметку тем, кто хочет себе такой автофиль приобретать. Возможно, по внешке, по уходу будут дополнительные нюансы, так сказать. Сзади набор стандартный, стопоповоротники. Тут особо ничего не скажем. Раздвоенный выхлоп. Просто такая разводочка идет от катализатора. Ну, в целом, симпатично. Тут накладки какие-то, что-то типа сплиттера, как будто бы. Правда, оно даже не сквозное. Это просто так выглядит. Нормально. Вполне себе сзади. Сзади вы свой автомобиль будете видеть не так часто. Максимум на стоянках. А вот другим владельцам машин, которые будут с вами двигаться в потоке, в целом, наверное, и все равно. Но не все равно владельцу любой машины на то, что... Пожалуйста. Багажник с кнопки. Это очень клево. Открывается он с салона из ключей. Это здорово, потому что, подходя там к машине, вы можете это поджать. И уверенно закинуть внутрь сумки. Пока мы еще толком не показывали внутреннее пространство, так сказать, блеснем. Вот этим вот роскошью, прям корейскими ковриками. Они наклеены прямо на поле. Ну, не наклеены, а на таких специальных липучках держатся. Их два раза. Один вот здесь. В нем куча разных каких-то приблуд для того, чтобы обслуживать машину. Понятно, что там всякие ключи, насос, починка колес. И вот этот вот джедайский меч. Возможный, чтобы наказывать тех, кто вам мешает ехать. Ну, либо играть в бейсбол. Очень уменьшен. Здесь же второй ящик находится. И в нем еще один целый комплект коврика. Они очень хорош по качеству. Чем-то похожи на мочалку. Зачем их два? То есть один уже лежит. Один уже установлен. Но при этом все равно есть еще здесь. Наверное, можно продать. Либо там быть очень богатым человеком. У вас загрязнились одни коврики. Вы их просто выкинули, поставили вторые. Ну, это и совсем много денег. По внутреннему пространству багажника все в целом ок, но он маленький. Это нужно понимать. Тут ничего сверхъестественного. Вы не положите стандартный багажник у стандартного кроссовера. Из плюсов. Есть на 12 вольт у нас розеточка, да. Чтобы какой-нибудь там пылесос подключить или какую-нибудь такую несложную технику. Есть ниши, если во вну что-то еще положить. И есть кнопки складывания второго ряда. Это вот уже очень клево. Это удобно, когда вы что-то грузите сзади, чтобы не ходить, не бегать вокруг машины. Просто нажали, сложили и все. И да, есть еще вот акустика Крэл. И это как бы вполне себе так приятно и здорово. Что нужно по багажнику сказать из важного для любого человека абсолютно. Вне зависимости от эксплуатации. Вот эти вот ящики неплохо закреплены. Полик неплохо приклеен. Но при этом вот эта вся штука, она, ну как бы, она двигается. Она ходит ходуном. И по первости, когда ты садишься в машину, создается ощущение, что где-то что-то гремит. Первая мысль, конечно, подвеск. Все, как бы нужно ехать до сервиса. А потом обнаруживается, что это ящики и вещи, которые в них есть. Это надо учитывать. Есть, видимо, какие-то нюансы и проблемы, может быть, с креплением всего этого пластика к внутренней части кузова. Если вас это сильно нервирует, то, купив такую машину, нужно позаботиться, чтобы это как-то вас, ну как бы, особо не тревожило. Иначе, да, можно постепенно сойти с ума, ездя на ней каждый день. И кнопочкой нажимаем. И она поехала обратно. Очень удобно. Тут больше ничего не скажешь корейцам в очередной раз лайк, но не абсолютный есть, так сказать, замечание. Ну что, попадаем внутрь через очень широкие, удобные даже для такого немаленького пассажира или водителя двери. С бесключимым доступом, что очень важно. Кнопочные, обычные, как бы корейцы ничем особо не удивляют. И что замечаем? Места, ну, реально много. Я сижу не на самом максимальном отодвигании. Вот я сейчас поехал назад, еще еду назад, и еще еду назад. О, приехал. Но при этом я могу еще опустить сидушку, и еще спереди чуть опустить, и вот так вот. И еще могу опустить себе руль. И тут, ну, прям вот много места. Я могу прям податься вперед, и если я буду так ехать, то, ну, как бы, я буду держать за руль. Очень смешно. Это единственное, что будет меня держать. Как вы можете заметить, да, для телефона подлокотник не совсем хорошее место для хранения, поэтому есть вот такая вот панель. Здесь все очень симпатично светится. Корейцы вот любят эти огонечки, все, он такой синенький, подсвечивается, когда заезжаете в тень. Это все, ну, как всегда, ну, как бы, тут только хвалить и хвалить. По набору опций. В целом, все стандартно. Ничего особенного здесь нет. Подогревы, вентиляция сидений спереди, подогрев руля, климат с ионизатором, кстати говоря, как они пишут. Стандартно, это вот, хендовская мультимедиа, там она что-то показывает, работает в целом быстро, можно ее на английский сразу же поставить, и то не полностью, он там местами на корейском остается. Подстаканники и бардачок. Кореец очень любил Санта-Фе. Или кореянка, мы не знаем. Сейчас почему, предположение про кореянку сейчас объясним. Здесь вот металлическая такая вставка проклеенная. Здесь тоже в бардачке запасная, есть еще одна. И здесь внутри еще Санта-Фе. Вот такая вот штука, прямо ее хочется показать. Вот так вот это вот дело выглядит. Оно еще и подвешивается куда-то. Ну, то есть, и тут глубокий бардачок стандартный, как бы туда бутылка воды 0,5 спокойно влазит. Закрываем. Смотрим на сидение. За 112 157 километров, то есть уже больше сотни хорошо машина шагнула, кожа в целом жива. У водителя есть потертости, что неудивительно у пассажира. Тут, ну, видно, что была эксплуатация по этим вот штукам, но не критично. Очень хорошая боковая поддержка, даже если вы крупный человек. И есть возможность с задней стороны подвинуть вот пассажирское сидение, если кто-то у вас сзади находится, и ему вдруг стало резко некомфортно. А это здорово. У водителя еще есть плюс. Вот здесь вот сзади под спину стандартно вот эта вот подпоясничная подушка внутренняя, и все на кнопочках. Это клево. О чем нужно говорить обязательно, так это вот о ключах. Это чехлы. И они, во-первых, разные. Во-вторых, они сделаны из какой-то алькантары или какой-то замши. В общем, дорого-богато максимально. Кореец, и, кстати, да, вот здесь вот тоже Санта-Фе, просто обожал свою машину. Но это здорово на самом деле. Крыша черная, из очень похожего вот с этим материала. Она такая мягкая, ее приятно трогать, но делать этого не нужно. Она очень легко пачкается. Управление светом. Регистратор спереди. Еще один такой же сзади. Затемняющийся стандартное зеркало заднего вида. И мультируль. Тоже все стандартное. Удобно? Да. Теперь нажмем вот на кнопочку Set и посмотрим, как выглядела, собственно, поза владельца предыдущего. Потому что вот запомнена память. И вы видите, что я еду прямо вот в руль. Ну, то есть мне сидеть здесь тяжело. У меня нога упирается в кнопку Start-Stop. И, как бы, видимо, возможно, это была девушка, либо очень-очень маленький кореец. Под лобовым стеклом у нас есть вот эта вот накладка. Корейцы их любят. Почему она синяя, давайте вы не будете спрашивать. Так, видимо, задуман этот стиль. Потому что машина вот с такими коричневыми оттенками, с черными, с металликом. Черный снова сверху. Опа! Синий. А машина сама белая. Ну, как бы, стайл есть и стайл. И управление, собственно, окнами и зеркалами вот здесь находится. Тоже удобно. Кнопка открытия багажника. Всякие там трекшены и так далее. Это все включается и выключается тоже здесь. В доступе. Да. Удобно. Да. Тормоза. Газ. Все тоже под ногами. Кстати, тормоза очень приятные. Оно в кой-то веке, слава богу, спасибо корейцам, нормально отлажено. И он не стопает сразу же машину. Вы прям чувствуете очень хорошо, как он продавливается. В плане езды это прям замечательно. Нужно завести машину. Плавно стартует у нас дизель. Руль на электроусилители с лепесточками. Тоже, как всегда, все приятно. И обратить внимание вот на эту штуку. На автомат. Мы его тут сугубо поругаем. Когда взяли машину, она была на эко-режиме. В ней не супер много было дизеля изначально. Но в целом, да, его там на 50 километров хватает. И спокойно можно на нем ехать. Но обнаружилась такая проблема, что когда тебе нужно в сопочку резко стартануть, или там кого-нибудь опередить, или резко перестроиться, машина как будто приседает и потом резко выстреливает. Большое количество оборотов. И это немного странно. Подумали, что эко. Переключились на комфортный режим. То же самое. На стандарте то же самое. Восьмиступенчатый автомат. Обычное КПП. Видимо, что-то там недонастроили. А в остальном же все прекрасно. Тут, кстати, есть еще один экран, собственно, и спидометр у нас цифровой, а вот тахометр аналоговый. Это интересно. Ну и вот, стоит посмотреть еще на вот такую штучку. Пожалуйста, включись. View. Мы его включаем. Включаем реверс. И смотрим, здесь снова можно это все поменять. Вариации различные. И, как мы говорили, камера отличная. Есть, кстати, отдельный вид на крылья. Есть отдельно на заднюю часть. И это прям очень здорово, потому что это, ну, реально удобно. Мы ставим электронный, кстати, парковочный тормоз. Все здорово. По салону, как всегда. Нужно посмотреть, что еще имеется сзади. Садимся сзади. Практически по-царски. Я буду держать в руках вот эту вот подушечку. Она изначально была сзади, но, судя по аналогии с пассажиром, она, наверное, должна быть вот здесь. Очень приятно. Но она мне нравится, поэтому буду ее держать, пока буду рассказывать. По заднему ряду. Вот я сейчас сижу за собой. Сидение чуть больше, а двинуто вперед. Мы его сильно не двигали, когда показывали тот момент с тем, что очень маленький эффект памяти один, да, там стоит у сидения. Здесь сзади сидится прям вот хорошо. Мне в таком режиме. Наискать от водителя вообще место, ну, реально море. Что имеется? На дверях включаются у нас подогревы. Они в двух режимах, то есть сильные и чуть послабее. Причем на обеих. Так, акустика Крэл здесь также обозначена, причем с таким интересным дизайном. Она бугристая, ее так прикольно можно потрогать. Тут еще металлическая накладка. Металлическая накладка такая же, как спереди Санта-Фе. Чтобы вы точно не сомневались, что вы в Санта-Фе находитесь. И такая вот дополнительная как будто тонировка, если вам совсем хочется, чтобы было темно. Это здорово, потому что мало ли вдруг у вас будут какие-то посиделки вечерние. Снимается, кстати, достаточно удобно даже одной рукой. Здесь у нас имеется вот такой вот центральный бар на два стакана или две бутылки. Ездит это все, кстати, неплохо. Обычно у корейцев это так туго идет, знаете. А вот здесь вот дефлекторы для климата и две зарядки USB-шные, чтобы сзади вы ехали. На них даже обозначено, что это прям вот, ну типа для зарядки, а не просто так. Спереди здесь небольшие карманы такие как будто в чехлах и возможность немножко подвигать задний ряд. Это клево, не факт, что вам это понадобится. Это вот так вот выглядит для другого пассажира с моей стороны. Задвигается он вот на максимум и выглядит вот так. То есть, если вам нужен побольше багажник, вы либо нажимаете сзади кнопку и складываете вообще целиком этот ряд, либо просто немного его двигаете. Ну мало ли, вам вдруг нужно перевести что-то в багажнике разом и вести людей здесь спереди. А вот очень странно, что вот здесь вот видно какую-то электронную штуку там прям с проводами и отодвинутая вперед сиденье, ее очень легко обнажают. То есть, кожуха никакого нет, она просто помещена на полу. Это немного странно. Ну и вот эти вот, собственно, царские чехлы на полу, вот те, которые как какая-то мочалочка очень приятная под руку, даже, ну под ноги-то уж тем более, но босыми вы вряд ли будете ездить в машине, и ваши пассажиры тоже. Есть запасные. Да, вот износится, можно менять. Это клево. И свет, если вдруг стало темно. В целом, все. Ничего сверхъестественного, но все такое комфортное и достаточно приятное. За это корейцам, ну, точка всегда лайк. По классике, самое время подводить по машине итог. Выглядит хорошо? Определенно. Внутри симпатично и относительно богато. Да, вполне себе. Все, что нужно для города или даже выездов за его пределы, тут имеется. Не придраться. Добротно, достаточно и еще и выглядит неплохо, но местами даже какой-то, знаете, небольшой такой флер цыганства проскакивает. Уж очень много упоминаний с МТП внутри. Хорошо ли он едет? Вполне. Для города сносно. Версия, допустим, полноприводная будет ехать хуже. Почему-то у корейцев уж совсем тупые полные привода. Да, и вот на двухлитровом, именно на двухлитровом дизеле, передний привод прям хорошо едет по своим меркам, а вот на полном, ну, прям уже не радует. Автомат, вот его, да, можно поругать. Он не сильно приятный, но, наверное, к этому можно привыкнуть. А если большую часть времени вы будете стоять в пробках, то вы, скорее всего, даже этого и не заметите. Ну, а подвеска даст вам возможность сделать это вообще без каких-либо проблем хоть каждый день. Ну и, наконец, у машины 112 тысяч пробега и ей 5 годиков в этом году. Она 18-го года выпуска. Стоит она 2,2 миллиона рублей под ключ здесь. Более простые версии это 2,1, 2 миллиона рублей. Ну, это прям самый хороший вариант. Никаких выплат, никаких там перекрасов уродливых. Все вот как было, так оно и остается. Еще и со всякими прикольными допниками. Ну и самый главный вывод по машине. Такой агрегированный итог. Не надо бояться чего-то нового. Двухлитровый дизель надо пробовать. 2,2 уже не дает каких-то существенных преимуществ в тихущих условиях в России. Но вот если вдруг вы тоже решили бороться со своими страхами нового, решили познать какие-нибудь новые формы кузова, новые варианты двигателя, подвески, трансмиссии, новые марки авто, и подумали, что неплохо бы привезти что-то с аукциона, то можете просто написать или позвонить в Тассей. На аукционах вот таких машин, его братьев типа Туссанов, всяких Спортейджей полно. Проще, получше комплектации. Все, что душе угодно. И мы это легко привезем. Потому что познавать что-то новое в машинах, это клево, круто и очень, очень расширяет ваш кругозор, как автолюбителя и человека в целом. Ну и самое главное, дает вам возможность наконец-то найти вот то самое, о чем мы всегда говорим. Машину своей мечты. И ездить на ней каждый день. И мы уверены, что будущий владелец вот этого вот Санта-Фе точно из такого разряда. Ну так почему же не присоединиться к нему? Стасе. Продолжение следует.